В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Новый детский сад откроет свои двери для воспитанников в Кировском районе Самары. Помещение на улице Енисейская вернули в муниципальную собственность в 2013 году. Ремонт зданий шел полгода. Сейчас остается завершить работы по благоустройству прилегающей территории. Качество ремонта проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Просторные светлые помещения, новые игрушки и оборудование. Детский сад на улице Енисейская скоро распахнет свои двери для маленьких гостей. Ремонт здесь начался полгода назад. За это время в помещении сделали внутреннюю отделку, отремонтировали фасад. Сейчас завершают работы по благоустройству прилегающей территории. Детский сад рассчитан на 112 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Та очередь, которая сейчас в наш дошкольное учреждение в 386-е, вот на сегодняшний день детей с 3 до 7 лет мы очередь полностью ликвидировали. Сейчас детки только остались маленькие, которые до 2 лет, от рождения до 2 лет. Зданию детского сада более 50 лет. До 2013 года здесь располагалось отделение лицензионно-разрешительной работы управления внутренних дел. В муниципальную собственность помещение удалось вернуть 2 года назад. Средства на ремонт детского сада выделены в рамках федеральной программы. Часть суммы поступила из городской казны. В середине сентября мы должны открыть еще порядка трех садиков. Это, конечно, снимает, скажем так, большую нагрузку с той очереди детские сады, которые у нас существуют. Вся эта работа проводится под непосредственным или при непосредственном участии областного правительства. Вы знаете, что львиная доля финансирования идет из областного бюджета. Мы тоже ценим такую поддержку и совместно решаем задачу. В этом году в областной столице откроются 13 новых детских садов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Полтора десятка улиц в разных районах Самары комплексно отремонтируют в этом году. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, сезон работы в 2015-м стартовал значительно раньше обычных сроков. И соблюдение графиков находится под постоянным контролем. В ремонт средства, на которые выделили из областного и городского бюджетов, войдет замена бордюрного камня, благоустройство тротуаров и работы на проезжей части. Работы по укладке нового асфальтового покрытия ведутся на улице Земица. Наш корреспондент подробнее. Ночь улица – ремонт дороги, которого здесь не было много лет. Работа в самом разгаре. На улице Земица необходимо отремонтировать участок проезжей части общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. По этой дороге постоянно передвигается крупногабаритный транспорт, поэтому покрытие должно быть надежным и уверенно прослужить весь гарантийный срок в 5 лет и более. Здесь в качестве нижних слоев покрытия используется асфальтобетон типа марки 2 на основе гранитных щебней. То есть он отличается от других асфальтобетонов значительной прочностью. Для комфортного движения транспорта ремонт дороги ведется исключительно в ночное время. На участке работает более 30 единиц спецтехники. Большая часть работ – фрезерование, укладка выравнивающего, верхнего слоя покрытия, обещает подрядчик, будет выполнено в этом году. А уже в 2016-м перейдут ко второй части работ. Работы здесь комплексные, то есть мы ремонтируем покрытие проезжей части, меняем бортовые камни, ремонтируем тротуары, газоны, незабытые, и схема гнездорожного движения, светофоры, разметка, барьерное ограждение – все это учтено. Автолюбителей такое долгожданное обновление радует. Дорога была убита очень сильно. То есть и переезд, и линия, ну и вообще ема, наверное. Конечно, дороги надо сделать. Когда дорогу сделают, машина будет меньше ломаться, ездить будет, приедет. Благодаря тому, что дорожные работы в 2015-м году начались в Самаре значительно раньше, многие проекты уже находятся на завершающей стадии. Соблюдение графиков на постоянном контроле руководства города. В целом, за счет средств областного и городского бюджетов до конца года восстановят улицы во всех районах Самары. Затронут и 143 тысячи квадратных метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью преображаются прилегающие территории – тротуары, бордеры, газоны и пешеходные зоны. Павел Бимаков, Сергей Баскин. События. В здании администрации Октябрьского района городского округа Самара прошли жеребьевки по размещению в избирательных бюллетенях кратких наименований избирательных объединений и по распределению бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени на выборах в Советы депутатов внутригородских районов первого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года. В списках 624 кандидата. Те, которые избираются по одномандатным избирательным округам, в бюллетенях располагаются в алфавитном порядке. По поводу политических партий такого правила нет. Они в избирательном бюллетене попадают в том порядке, в каком им выпадает жеребий. Каждая партия хотела бы быть первой в избирательном бюллетене. Вот для того, чтобы обеспечить равенство, вот здесь вот у каждого есть сейчас шанс, да, вот насколько удача улыбнется каждая из партий, чтобы оказаться, ну, наверное, в более верхнем положении в избирательном бюллетене. Бывший депутат городской думы Владимир Сюсин остается под домашним арестом. Таково решение суда. Изменить меру пресечения и заключить обвиняемого в получении взятки чиновника под стражу просил Следственный комитет. Следователи отметили, что Сюсин нарушает порядок пребывания под домашним арестом и через родственников угрожает свидетелям физической расправой. Адвокат Владимира Сюсина Валерий Лапицкий уверен, что его подзащитный строго соблюдает все ограничения, а обвинение в его адрес лишь попытка оказать психологическое давление. Он не выходил из дома. Телефон у него изъяли, другой он не приобретал. Он интернет дома отключил, только чтобы не было любого повода изменить ему эту меру пресечения. Мне пишут и про интернет, и про телефон. Есть сведения. Эти сведения легко проверяются. Возьмите распечатку. Если он интернетом пользуется, он кому-то писал письма, значит, там, электронная почта. Уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, свыше миллиона рублей, на Владимира Сюсина завели 1 июля. С 3 июля чиновник находится под домашним арестом, который продлится до 1 сентября, если не появятся новые обстоятельства дела. Спилить аварийные деревья, покрасить лавочки во дворе – актуальные вопросы местного значения стекаются в общественные советы микрорайонов или выносятся на общественные слушания. О том, что волнует людей в микрорайоне Северный Куйбышевского района, расскажем в нашем сюжете. Куйбышевский район, улица Войково. Детская площадка здесь одна на весь частный сектор. Гордость местных жителей. Проект разрабатывали сами, следили за ходом работ. Все для будущих спортсменов. Есть где играть в волейбол, футбол и баскетбол. Рядом площадка для маленьких детей. Зимой заботливые родители заливают каток. Жители своими силами обустроили и близлежащую территорию. Потом мы уже попросили у администрации помочь нам с озеленением. Взяли саженцы, взяли лопаты, все сами посадили. И сейчас все ухаживаем. Сами уходим, ухаживаем, стригем. Конечно, следим сами за площадками, где нужно отремонтировать, где нужно песок подсыпать. По-хозяйски мы относимся к своим домам. Каждый год, что есть, то поддерживается. Поэтому пока сейчас это же нам было. Хотелось бы больше, потому что песок мы привозим сами, естественно, складываются сами жители. Песок привозим сами. Частный сектор занимает значительную часть микрорайона. Здесь наболевшие вопросы, освещение и внутриквартальные дороги. Многие жалуются и на качество воды. Сейчас общественный совет работает с проблемами, которые можно решить оперативно. Покос травы, обрезка деревьев, покраска детских площадок. План дальнейших действий намечают вместе с жителями. От жителей поступило очень много замечаний. Мы провели очень много встреч. У нас большой объем замечаний и жалоб от граждан, от населения, так же и своих личных. Потому что я тоже житель этого района, знаю проблемы, где мой дом находится и приезжающие территории. На проблемы района нужно смотреть на месте, а не своих кабинетов, считают общественники. Этот принцип заложен и в реформе местного самоуправления, реализуемой в Самаре. Стать власти ближе к людям помогут общественные советы. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Благоустройство территории, ремонт внутриквартальных дорог и безопасность. Самые острые вопросы, которые, по мнению жителей микрорайона Южный, требуют немедленного решения. В рамках проекта на связи с губернатором активные жители микрорайона встретились с представителями общественного совета, чтобы совместными усилиями решить все наболевшие проблемы. На встречи общественников с горожанами побывала и наша съемочная группа. Поселок Мясокомбинат в советском районе Самары. Жители беспокоят состояние дорог, которые от центральной улицы ведут к жилым домам. По их словам, в дождливую погоду пройти здесь трудно. А вот, допустим, налево свернуть, там на пустовую, там грязь, а зимой вообще не чистится ничего. Беспокоят жителей микрорайона и сухостой. Некоторые деревья представляют опасность для прохожих. Нина Гришина рассказывает, сама недавно чуть было не оказалась под рухнувшей веткой. Я шла вот, вот, шла, вот, как шарахнулся вот так поперек. Я вот так, еще один шаг, я бы уже под деревом была. Решением этих вопросов теперь займется общественный совет микрорайона, в составе которого 29 человек. Председатель говорит, будут решать проблемы по мере их поступления и, самое главное, общими усилиями. Я всегда говорю, что дорогу осилит идущие. И чем больше людей знают, чем больше людей принимают участие в жизни собственного района, собственного места, где они проживают, тем больше возможностей, что эту проблему услышат, тем больше возможностей, что для решения этой проблемы найдется средство в различных бюджетах разного уровня. Да, и тем быстрее эта проблема разрешится. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и вместе с жителями найти пути решения. Власть ближе к народу, а народ к власти – основная цель реформы местного самоуправления, которое сейчас реализуется в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Не парковаться, не курить, не выгуливать животных. На детских площадках поселка Мехзавод представители общественного совета устанавливают запрещающие таблички. Чтобы угулять во дворе юным самарцам было комфортно и безопасно, за территорию с каруселями, качелями и песочницами здесь взялись серьезно. С жителями Мехзавода встретилась наша съемочная группа. Частота одной из самых больших детских площадок в поселке Мехзавод оставляет желать лучшего. По вечерам здесь собираются сомнительные личности, а утром после них остаются горы мусора, среди которого и вынуждены гулять детвора со всех ближайших дворов. Всякий мусор валяется, все окурки свои от ТПК, стекла очень много. Дети режутся этими стеклами. Так больше продолжаться не может, решили члены общественного совета. Провели уборку территорий и установили запрещающие таблички. В процессе преображения площадки участвовал весь двор. Табличек, запрещающих курить, парковаться и выгуливать животных на детской площадке, уже установили около 20. Яркие вывески сразу пробудили в жителях активную гражданскую позицию. Жители, которые видят, что мы работаем и вешаем таблички, говорят, что это замечательно. Это психологический эффект очень большой. Жители в возрасте, которые видят, мы будем делать замечания тем, кто ставит машину, кто выгуливает собак. Раньше мы им просто говорили, и это не имело никакого эффекта. Сейчас мы можем сосоваться на табличку. Теперь общественники мечтают о ремонте площадки. Да и прилегающую к ней территорию неплохо было бы благоустроить. Сами качели, карусели пришли уже в негодность давным-давно. Выгуливают животных у нас прям в песочнице некоторые граждане. Где-то нужно что-то добавить, и потом внесем себе их в план для дальнейших. Или починить, покрасить, где-то что-то заменить. Совсем скоро мечта жителей сбудется. Детскую площадку в районе дома номер 28 по улице 11-й квартал обновят по программе «Двор, в котором мы живем». Все это стало возможным благодаря активности жителей. Преобразить собственный двор нетрудно, но каждый такой маленький шаг делает город лучше в целом. Притворять идеи жителей в жизнь призвана реформа местного самоуправления. И следующий ее этап – формирование районных советов, в которые должны прийти люди дела и созидания. Лариса Шлафа, Сталина Чемерис, Максим Гусев, События. Сегодня свой юбилей. 85 лет отмечает Максим Борисович Аводенко. Герой социалистического труда, деятель советской промышленности, директор Куйбышевского металлургического завода и просто хороший человек. Максим Борисович принимает поздравления от первых лиц губернии и города. Юбиляра поздравила и наша съемочная группа. Любимая песня из кинофильма «Весна на Заречной улице» в исполнении самого почетного металлурга Самары растрогала гостей юбиляра. Подпевали все, потихоньку, чтобы не перепеть случайно Максима Аводенко. Почетный гражданин Самары и области отмечает 85-летний юбилей. Мне повезло, что я был сюда и в институте, и в школе, и на заводах. Были люди, которые доверяли мне. Это, конечно, результаты труда огромных коллективов, с которыми мне пришлось работать. И в том числе не только заводчан, а это и строителей, и проектных институтов, и институтов учебных. Максим Аводенко возглавлял Куйбышевский, а затем и Самарский металлургический завод с 1984 по 1998 годы. Под его руководством производительность предприятия выросла. Выпуск продукции увеличился более чем в два раза. Благодаря его заслугам регион вышел на новый уровень развития. Вся ваша биография – это такой прекрасный пример беззаветного служения Родине, такого высочайшего патриотизма, любви к родному городу. И на вашем примере, уверен, воспитывается огромное количество молодых ребят. В здании Самарской администрации для Максима Аводенко организовали настоящий праздник. Почетного гражданина города и области поздравили первые лица Самары. Вы действительно вписали свое имя с золотыми буквами в историю города Самары, в историю Самарской области. Вы вписали свое имя с золотыми буквами в историю металлургической отрасли нашей страны. Максим Борисович – это человек времени, время выбрало его. И, Максим Борисович, огромное вам спасибо. Вы своим трудом для нас всех задаете очень серьезную планку и мерку в том, что мы делаем сегодня. На юбилей к Максиму Аводенко пришли почетные граждане города, его коллеги, друзья и близкие. Поздравления и теплые слова, цветы и подарки от самых уважаемых людей города. Все внимание Максиму Борисовичу Аводенко. И музыкальные сюрпризы – все самые любимые песни юбиляра в живом исполнении. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. В новом свете предстанет Самарская филармония перед зрителями. 76-й концертный сезон и 75-летний юбилей храм музыки и искусства отметят в полной чистоте. Пока у зрителей каникулы, а у артистов отпуска, сотрудники филармонии наводят лоск на сцене и в фойе. На генеральной уборке побывала и наша съемочная группа. Одно из главных светил филармонии. К новому сезону должно блестеть. Кристальную чистоту будем наводить с помощью парогенератора. Чистящие средства на люстру уже нанесли. Мыть будем при температуре свыше 100 градусов. Чтобы наверняка. Потому что в лучшем случае водные процедуры эту красавицу ждут только через год. Зрительный зал филармонии освещают 8 люстр, которые собраны воедино и образуют целый световой ансамбль из чешского хрусталя, свисающий с потолка, как облако со струящимся на землю дождем. Каждый из светильников весит около полутонны и состоит из 80 лампочек. На то, чтобы отмыть одну такую люстру, нужен целый день. Вот это очень трудоемкий процесс. Каждую люстру надо опустить, поменять лампочки, потому что лампочки сейчас у них стоят накаливание. Но в данный момент мы ставим новые лампочки туда, галогенные, которые будут мощностью, они будут меньше потреблять энергии. Освещение давать, соответственно, больше. Генеральная уборка начинается в филармонии с июля, когда заканчивается музыкальный сезон. В этом году планируют обновить сценическое освещение, покрытие самой сцены, привести в порядок фойе. В Самарской государственной филармонии исполняется 75 лет. И своих зрителей она встретит во всей красе. 6 сентября начнется новый концертный сезон. На сцене прозвучит сказочная история с оркестром «Русалочка». Алина Чемерис, Максим Гусев, События. У меня на этом все городские новости и еще новости экономики. Не переключайтесь. Говорят, что банкроты – это побочный продукт процветающих банков. Не знаю, что такое у нас процветает, но один из главных серийных санаторов ProBusinessBank сегодня потерял лицензию. Банк Московский и Самары вроде бы не касается. Но на самом деле банк входит в финансовую группу Life, в которую входит и Самарский банк Солидарность. Он, кстати, все еще в процессе санации. Так вот, у этого банка тоже начались проблемы. Сегодня клиенты банка сообщили, что перестала работать банковская программа для юридических лиц. В банке сообщают, что временно не проводят платежи и обещают, что это продлится всего несколько дней, а потом будет новый этап санации и все заработает. Вот только юрлицы ждать не хотят и спешно закрывают счета и не горят желанием возобновлять работу с солидарностью. Как говорится, репутация в бизнесе очень важна. Премьер-министр России поддержал намерения сельхозпроизводителей и депутатов Госдумы ограничить наценки розничных сетей. 19 мая Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон о торговле, разработанные группой сенаторов и депутатов во главе с Ириной Яровой. Одно из ключевых нововведений – снижение предельного размера бонуса, который поставщики платят торговым сетям с 10 до 3% от цены приобретаемого товара. Авторы поправок считают, что это будет способствовать снижению роста потребительских цен и защите интересов российских производителей. Между тем, члены Ассоциации компании розничной торговли выступили против таких поправок. Вот как раз это-то и не удивляет. Когда бизнесу срезают прибыль с легких 200% до приемлемых 10-15%, он, конечно, будет против. Около 2,5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в этом сезоне. Средняя заполняемость санаториев на полуострове составляет почти 70%. Это почти на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Прогнозный показатель числа отдыхающих на 2015 год составляет 4 миллиона 300 тысяч человек, на 15% больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованы Ялта, Алушта, Евпатория, Саки и Бахчисарайский район. Правда, отдыхающие очень часто отмечают неготовность Крыма к приему туристов и высокие цены на ровном месте. Особенно на проезд. К примеру, билет на самолет в Европу можно купить дешевле, чем в Крым. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ снизился до отметки 1692 пункта. Негативную динамику показали акции НМТП, Префа Сургутнефтегаза, РДР Русала, Мегафона, ГМК Норникель, МРСК Центра, МТС и Префа Сбербанка. Растут против рынка бумаги в СМПО АВИСМА, ММК, Газпромнефть, Яндекс, Башнефть, Новотек и Северсталь. К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Основное давление на мировые фондовые рынки оказало решение Народного банка Китая о снижении официального курса юаня к доллару. Ожидания замедления экономики Поднебесной негативно сказались на нефтяных котировках, которые так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки в 50 долларов за баррель нефти Brent. Общий негатив на рынке привел к снижению индексов в Европе, США и Азии. Курс доллара на 12 августа 63,20 рубля, курс евро 69,67 рубля, золт стоит 2262 рубля за грамм, серебро стоит 31,11 рубля за грамм, цена нефти марки Brent 49,82 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Следующий старт спортсменки – чемпионат России. Соревнование намечено на сентябрь. Самарские велогонщики сенсационно выступили на чемпионате России. На шоссе «Гонка-критериум» в Твери Максим Разумов завоевал золотую медаль – бронзу у Кирилла Зюкина. В многодневной гонке весь пьедестал почета заняли самарские спортсмены. Первыми финишировали братья Самохваловы Дмитрий и Антон. Замкнул тройку призеров Кирилл Захаров. Семь летчиков вертолетного звена Самарского ЦСКА попали в сборную России и будут защищать титул чемпионов мира в польском «Зеленогура» в общекомандном и личном зачетах в четырех упражнениях – навигация, полет на точность, параллельный с лалом и развозка грузов. Также определится лучшая пара в многоборье – мужской и женский зачет. А чтобы конкуренция возросла, организаторы предоставят свои вертолеты. Субтитры создавал DimaTorzok